Привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в виде новых карточек в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google таблицы в другие системы. Например, при появлении новой строки в Google таблице, вы сможете создавать новую карточку в Trello. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе необходимо указать действие. Загрузить строки новые. Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Также необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, с которых будут передаваться новые строки. В поле начать загрузку данных со строки номер, вам необходимо указать номер строки, с которой необходимо начать выгрузку. Например, если в вашей таблице находится 1000 строк и вы хотите начать загрузку с последней из них, в этом поле необходимо указать 999. У меня в таблице находится 5 строк и я хочу начать загрузку именно с пятой строки, поэтому я указываю в этом поле цифру 5. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите пример данных, которые находятся в строке, номер которой вы указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо выбрать действие. В нашей системе помимо создания карточки вы можете также создавать новую доску, список, перемещать карточку, архивировать ее, добавлять комментарий к карточке или обновлять. В данном случае я хочу при каждой новой строке создавать новую карточку, поэтому я выбираю действие создать карточку. Теперь вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо дать разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello и авторизоваться в нем. Теперь необходимо указать логин и пароль личного кабинета Trello. Предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его. На этом этапе вам необходимо выбрать доску, на которой будут создаваться новые карточки. Также необходимо выбрать список. Теперь вы видите поля Trello, в которые можете назначить переменные из Google таблицы для передачи. Для того чтобы добавить переменную в поле, необходимо кликнуть в него и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того чтобы перейти в этом поле на следующую строку, используйте Enter. После того как необходимые переменные назначены в поля, опускаемся вниз страницы и кликаем Продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello для создания новой карточки, при каждой новой строке в Google таблице. Если вас что-то не устраивает, кликните Редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем Отправить тестовые данные в Trello. После успешной отправки, переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и завершаем настройку. На этом этапе настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Теперь вы можете изменить название связи, если в этом есть необходимость, а также установить другой интервал обновления. Для этого переходим к настройкам. Интервал обновления устанавливаем, например, один раз в 5 минут. Именно с таким интервалом, наша система будет проверять наличие новых данных в Google таблице и передавать их в Trello. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... По данным